Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о конфликтах. Тема нашей беседы звучит так – разлад в семье. Но возьмем мы более узкую направленность этой темы. У нас в гостях психолог с 30-летним стажем Валерий Владеленович Храмов. Здравствуйте, Валерий! Добрый день! Я вот хочу действительно пояснить, что мы не будем охватывать всю тему разладов в семье, а будем говорить о том, как же он проявляется. Проявляется он чаще всего в конфликтах. И вот хотелось бы мне в первую очередь понять, конфликты – это всегда плохо? Или все-таки они иногда позволяют прийти к чему-то, выяснить отношения, выйти на новый уровень? Вы, как психолог, что можете по этому поводу сказать? Поскольку я все-таки практикующий психолог, и ко мне за эти годы уже несколько тысяч семей приходилось со своими проблемами, супруги, семьи. И одна из, скажем так, тем, по поводу которых приходят, это конфликты в семье. И конфликты эти совершенно в разных семьях по-разному происходят. В некоторых семьях это очень бурно происходит. Вот, например, некоторое время назад мне позвонила из Италии одна русская девушка, которая замужем за итальянцем, и она рыдает каждый день, потому что ее итальянский супруг приходит и каждый раз там устраивает, с ее точки зрения просто какое-то страшное, крики, вопли, скандалы. Я думаю, это в менталитете итальянском. И для нее это большая проблема, потому что в ее семье все проходило тихо, мирно как-то, и крик это был чем-то таким, ну, эксклюзивным, говорящим о том, что что-то происходит чрезвычайное. Вот. Видимо, для итальянских семей это что-то такое обыденное, это просто некая форма существования, вот, которая, ну, вот, совершенно оказывается неприемлемой для второго супруга. Или, по крайней мере, на данный момент неприемлема. Вот. И мы с ней на эту тему работали, поскольку супруг там не готов был, поскольку он еще итальянец, я, в основном, не готов, я был, наверное, не готов с ним работать. Вот. И мы разбирались с ней, и в конце концов, вот, удалось изменить ей отношение, восприятие к таким формам проявления. Вот. И на данный момент у них уже второй ребенок, и все идет достаточно хорошо и гладко. Вот. Но бывают другие случаи, менее удачные, наверное, для их участников. В частности, некоторое время тоже назад обратилась ко мне одна женщина, пришла со своим мужем, который совершенно был удивлен, с круглыми глазами, сказал, что мы прожили 20 лет, ни с того, ни с сего супруга собирается со мной развестись. По совершенному пустяку, потому что я не пошел гулять с собакой. Вот. Начинаем разбираться по этому поводу. И выясняется, что за эти 20 лет происходили конфликты между супругами, какие-то разборки. Вот. И в результате выяснилось, что, и супруга жалуется, что это у ней просто накопилось за 20 лет. Да, она накипела за годы. Накипела. И это была последней каплей прогулка с собакой. Потому что, оказывается, во время этих споров, когда супруга, ну, как-то эмоционально вот что-то выражала, какие-то свои переживания, негодование чем-то, или пыталась о чем-то договориться, или убедить мужа, он всякий раз логично, обоснованно, и она говорила, что ну вот каждый раз он все просто убеждает, что я вот говорю полную ерунду, это совершенно вот абсурдно, непоследовательно и нерационально. То есть получается, что у них ни разу не удалось им выяснить отношения по-настоящему, да? Ну, во всяком случае, она вот от этих споров каждый раз получала только дополнительное разочарование и дополнительное расстройство. Сама ситуация приводила ее к какому-то вот конфликту, спору. И в результате спора это еще усугублялось еще больше. И так копилось-копилось, и вот докопилось до такой ситуации. Когда мы с супругом начали обсуждать эту ситуацию, то достаточно быстро выяснилось, что в общем-то между супругами ну так в целом все хорошо как-то. Но вот только вот тут лишь груз обид, о котором он, кстати, и даже не знал, которое она копила, копила-копила, вот для него это оказалось полным сюрпризом. То есть получается, что они просто не умели разрешать конфликты, правильно я понимаю, да? А этому надо учиться, судя по всему. Да, и вот так получилось, что как-то их конфликты были совершенно деструктивными. Настолько деструктивными, что при всем остальном, что у них все хорошо, в остальном они привели вот к такой ситуации. Вот хотелось бы разобраться, а какие конфликты действительно деструктивные и приводят вот к тому, что люди могут развестись из-за ерунды, а какие конфликты действительно конструктивные вообще такие есть, которые помогают преодолеть кризис, что-то решить? Вот я-то все-таки в своей практике сталкиваюсь в основном с проблемными семьями и, соответственно, с проблемными способами разрешения конфликтов. А психологи, есть исследователи, которые исследуют счастливые семьи. Вот, и там они, ну, как бы обнаружили вот те виды коммуникаций и конфликтов и споров, которые, оказывается, во многих случаях помогают и являются, ну, скажем, каким-то даже способом развития семьи, поддержки ее, способом регуляции эмоций, выяснения информации друг о друге и так далее, и так далее. То есть это, оказывается, может быть очень ценным и полезным. То есть избегать конфликта не всегда единственно правильный способ, да? Да, иногда, может быть, стоит добрую ссору. Да, добрая ссора, оказывается, полезна, может быть, очень даже. И я, как практик, действительно сталкиваюсь с ситуацией, и когда мне говорят, что вот у нас в семье нет никаких споров, никто там никогда-никогда не повышает голос, то для меня вот это, кстати, становится как раз таким сигналом подозрительным, что это как-то в тихом ум эти черти водятся. То есть зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, как было буквально у меня на прошлой неделе, когда прибегает супруга, прожившая 20 лет с мужем, и в совершенном шоке заявляет, что все было хорошо, как-то планировали там что-то такое. А вдруг муж сказал, что вот все-таки он разводится, что терпение его лопнуло, значит, она совершенно не понимает, в чем дело. Вот. И выяснилось в разговоре с ним, что, ну, всегда все эти годы она была достаточно такой активной, доминантной женщиной, и все споры как-то выигрывала. Она все время, каждый раз... Она всегда права. Она всегда была права. Она была всегда права. Вот. И причем делала это еще в таком атакующем, обвиняющем стиле, что в результате, как бы, он сказал, что, ну, разговаривать или обсуждать что-то вообще не имело смысла. Потому что у нее мнение по всему поводу есть, и оно единственное правильное является. И переведить ее ни в чем было невозможно, а ругаться у него уже нет сил. Мне кажется, это такая типичная картина. Даже в русских сказках описываются примерно такие семьи. И этот мужчина решил все-таки развестись. Не знаю, действительно ли, может быть, он все-таки не завершит, потому что так, достаточно много их хорошего связывает. Но вот сейчас я как раз в процессе работы с этой парой. Очень надеюсь, что вам удастся их сохранить. Да. Ну, во всяком случае, выясняется, что вот вроде бы у этой пары последние несколько лет не было никаких споров. Муж, потому что избегал этих споров. А выяснилось, что это все привело к тоже фактически критической ситуации развала семьи, распада, можно сказать так. И в связи с этим все-таки действительно возникает такой вопрос. А как в хороших семьях-то это происходит? Хотелось бы у них поучиться. Тем более, что все-таки такой опыт уже есть, и он изучен, как-то структурирован. И даже есть целые специальные тренинги за границей, обучение конструктивному спору, специальные программы семейные, супружеские, где их там заранее даже в некоторых странах готовят от молодых супругов, чтобы вот они до вступления в брак уже научились. Да, или в самом начале своей брачной жизни могли этому обучиться, потому что в школе этому не учат. В семье пример не всегда бывает правильный. В семье пример не всегда бывает правильный. И поэтому получается, что тем более семьи все такие разные. Все по-разному спорят. В каких-то семьях можно спорить, может быть, разбивают орелки и чуть ли не обзывают друг друга, и через 15 минут они вполне возможно как-то дружно дальше беседуют, как ничего не бывало. А в других семьях это крайне неприемлемо, и они могут обидеться на всю жизнь, или неделю потом не разговаривать с друг другом, нарушается их интимная жизнь. И при этом дети присутствуют, не знают, как вообще на все это реагируют. Может быть, уже семья разваливается. Кто-то из супругов оказывается в депрессии и уже не обращает внимания даже на ребенка. О детях и о том, как они становятся жертвами подобных конфликтов, мы, конечно, поговорим обязательно. Да, я чуть попозже остановлюсь на этом поподробнее, потому что это... Это для нас очень важная тема, потому что все-таки передача для родителей. А сейчас хотелось бы понять, вот действительно, как же конструктивно выходить из конфликтов? Выяснилось, что, собственно говоря, надо конструктивно не только выходить, а конструктивно в него входить, конструктивно его развивать, проживать и конструктивно из него выходить. Как правило, все-таки желательно, чтобы супруги заранее обсудили и вообще сформировали общие отношения к теме конфликта, чтобы они поняли, что конфликт или ссора или какая-то буча, или как ее назвать, не знаю, что это вот нечто такое, что нужно делать все-таки как-то правильно, чтобы от этого был какой-то конструктив, а не расстройство. Вот. И в связи с этим как-то важно, чтобы супруги договорились, ну как они это будут делать, а что можно делать, а что нельзя во время таких действий. Что приемлемо, а что неприемлемо для каждого из них и для присутствующего. Там, иногда даже ребенок не присутствует, но он, многие дети мне рассказывают, а я из-за двери все слышал. Ну, в любом случае атмосфера в доме влияет на ребенка, даже если родители пытаются утаить свой конфликт. Это невозможно. Вот. В связи с этим, значит, вот что это за правила, которые нужно супругам сформировать? Ну, здесь, в общем-то, есть правила запрета ударов ниже пояса, к которым относятся обвинения с указанием, например, ссылок на родственника, что ты как твоя мать. А, ну да, это понятно, конечно. Обвинения с ссылкой на какие-то физические недостатки друг друга. Там, ты косоглазый коротышка. Да, это, конечно, мне кажется. Например, там были еще указания, может быть, каких-то там мужских достоинств или женских, там, супруга, которые невозможно исправить. Да, это потом невозможно простить. Мне кажется, один раз такое услышав, уже второй супруг вряд ли проглотит. Вот очень, да, потом тяжело это расхлебывать и зачищать. Все это тяжеловато приходится. Иногда невозможно. То есть на личности не переходим? На личности не переходим. Значит, далее не делаем каких-то ссылок на национальные или еще какие-то моменты. Как правило, рекомендуется для того, чтобы что-то выяснить, все-таки брать одну тему, а не говорить «ты всегда и во всем, и в том, и в этом». Не припоминайте все, что накопилось за последнюю неделю. Да, и неделю, и жили жизнь даже. То есть есть конфликт, решаем только его, правильно я понимаю? Решаем какую-то одну конкретную тему, тогда у нас как-то шансов, по крайней мере, на эту тему как-то продвинуться больше. Причем не всегда желать, не всегда обязательно нужно вот прямо взять и решить вот эту тему. Важно хотя бы уже услышать друг друга, понять, что это является проблемой для хотя бы одного из супругов. Озвучить и обсудить, да? Озвучить, обсудить. Иногда решение не удается принять. Но то, что другой уже узнал о том, что для другого это важно или для другого это проблемно, как выясняется, например, для итальянского супруга, капельки на душевой кабине оказываются не протерты. Или является проблемой. Или в другой паре был страшнейший скандал, потому что там она оставляет в холодильнике загнивающую пищу. Ну вот для кого что-то является существенным, достаточно, вообще иногда совершенно непредсказуемо. И вдруг в поре выясняется, что оказывается для человека это важно. А раз мы с ним живем, мы все-таки ищем компромиссное решение и стараемся все-таки... Как-то можно, да, и обсудить, или учесть в той или иной степени. Но, в всяком случае, на эту тему как-то можно уже обратить внимание. На эту тему обратить внимание и что-то по этому поводу смотреть. Есть еще какие-нибудь такие правила? То есть на личность не переходим, обсуждаем одну тему, не припоминаем ничего из того, что было вчера и позавчера. А еще? Можно. В некоторых случаях вот западные психологи, они рекомендуют даже договариваться о времени скандала или разборке. Что они говорят, ну вот ты готов... Потому что иногда один из супругов не готов просто участвовать в этом. То есть прибегает один из супругов и хочет вот сейчас об него накипело и обсудить, а другой в это время, я не знаю, смотрит футбол, например, значимый для него очень матч, который совершенно незначим для его супруги. И она, значит, хотела бы именно сейчас обсудить в тот момент, когда нападающий Роналдо забивает гол. Да, это может породить новые конфликты. Да, поэтому тут как-то вот иногда важно и согласовать, в том числе и место, и время. Да, да. Место и время. Но место, я так понимаю, что все-таки важно, чтобы конфликты не были публичные, правильно? Ведь это важно, чтобы выяснения не происходили при посторонних людях. Это одно из, кстати, базовых правил. Спасибо, что мне напомнили. Так же, как и отсутствие ребенка в этот момент, ну, в большинстве случаев желательно. Да, конечно. Если уже другое дело, что мы научились так хорошо конфликтовать, что, может быть, даже ребенок, особенно подросток, мог бы у нас поучиться, то, может быть, тогда мы его могли бы и оставить. Но если мы пока только учимся, то тогда лучше это оставить. Да, лучше, да. И причем выделить, как бы, достаточное время, чтобы, сколько это было, не 4 часа там, а еще что-то. То есть, вот эти моменты, как это ни странно, даже формально иногда тоже могут помочь. Хотя, вот я бы так расширил эти правила до того, что, если один из супругов понимает, например, как вот в случае с итальянским мужчиной, что для него вот этот конфликт, это является даже, скажем так, формой существования, может быть, даже. Для него, может быть, даже это вообще и не конфликт, а так вот коммуникация. То тогда при правильном отношении и понимании к этому вполне возможно, что болезненности и восприятия на эту тему особо и не будет. Тем более, что он же через 15 минут уже забудет об этой капле на стенке душа. Вот, и все пойдет очень гладко. Вот, поэтому здесь, может быть, даже проще рассматривать это так, что, ну вот, он выплескивает какой-то, как клапан, лишний пар, и дальше все гармонизировано происходит. И, может быть, хорошо, что он как раз его выплеснул, и все очень дальше мирно и дружно потекло. Вот, гораздо хуже, если бы он сдерживался, копил вот этот пар, еще считал себя или виноватым, или считал супругу какой-то странной женщиной, с которой нельзя просто естественные человеческие проявления осуществить. Вот, поэтому... То есть мы всегда должны делать скидку на темперамент того, кого выбрали в супруге. Да, и вообще, как бы, правильно относиться вот к конфликтной ситуации и к конфликту с учетом того, чтобы все-таки заботиться о семье в целом, а не доказывать партнеру, что часто очень происходит, что тот неадекватен, несправедлив, или иррационален в своих требованиях, или оскорбительным тоном говорит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь получается часто, как бы, одно неадекватное действие вызывает справедливое возмущение другого, затем следует чувство первого человека, который считает, что его не понимают и не хотят выслушать, и вот слово за слово очень, как бы, как снежняком разрастается вот эта вот лавина конфликта. В таких случаях я иногда даже привожу метафору автомобиля, которая мне как-то очень нравится, мне кажется, меня понимают, когда я говорю супругам. Я говорю так, что чем неадекватней один из супругов, тем более адекватным должны вы быть. Так же, как вот, например, в автомобиле, если одно колесо проскальзывает там или буксует, то какая-то есть система там АБС, которая компенсирует вот прокрутку с тем, чтобы автомобиль устоял и не скатился, значит, с дороги. Вот. То есть, чем неадекватнее другой, тем более адекватным и компенсирующим должны вы быть, потому что важно заботиться о системе в целом, а не о какой-то там мифической правде иногда или о чём-то там доказать справедливость в данную секунду. Да, я очень с этим согласна и действительно очень хорошо понимаю вашу мысль, что благо семьи в целом должно быть на первом месте в конфликте, а иногда конфликтующие об этом забывают. Кого-то из нас заносит в этот момент, второму важно просто думать, что называется, раньше думая о родине, а потом о себе. То есть, вот эти моменты, это вот, скажем так, характеристики хорошего конструктивного конфликта. Но при этом, я бы ещё так сказал, что иногда же бывает всё-таки, что называется, срывается и случайно что-то происходит. Не всегда всё по плану можно договориться и поконфликтовать. Поэтому здесь важно ещё уметь правильно завершать конфликт. Но когда мы уже изначально правильно к нему относимся, то нам гораздо легче всё-таки воспринять и принять то, что всё-таки конфликт важно завершить. Как-то, может быть, нужно извиниться или успокоить другого человека в данный момент. Как через какое-то время нужно, как восстановить нормальное общение через какое-то время. То есть нельзя, чтобы он повисал просто в воздухе, правильно я понимаю? То есть вот поконфликтовали, как бы в некоторых семьях уже так происходит, что вот как-то вроде бы поконфликтовали, вроде опять начались через какое-то время говорить, ну жить-то надо, дальше там ребёнок и вообще. Но тем не менее осадочек-то остался. То есть всё-таки важно завершить конфликт с тем, чтобы всё-таки, ну и простить внутренне каждый друг друга. Может быть, между собой даже какой-то ритуал завершения конфликта можно придумать. Можно посмотреть и вместе выбрать, через какое время мы это делаем. Потому что некоторые готовы через 15 минут завершить конфликт, некоторым нужно, может быть, 2-3 часа. То есть об этом тоже надо договориться. Чтобы прийти в себя после всего этого. Вот об этом тоже надо договориться и вместе, может быть, даже какие-то вот как-то придумать. И согласиться с тем, что, ну вот, когда мы идём навстречу, это не проявление слабости или того, что я проиграл, а это некий такой конструктивный шаг, который уважается обоими партнёрами. Ну и теперь, конечно, хочется перейти к детям, как к наиболее уязвимому звену во всех родительских конфликтах. Потому что, вот опять-таки, психологи считают, наверное, вы тоже разделяете точку зрения, что дети часто считают себя даже причиной конфликтов, особенно маленькие дети. Я уж не знаю, почему, потому что у них такое эгоцентричное понимание мира, видимо. Поэтому всё, что происходит, они как-то на себя проецируют. И поэтому возникшие между мамой и папой конфликты, которые непосредственно к ребёнку не имеют никакого отношения иногда, они проецируют на себя. Чувствуется, что вы действительно уже психологически подготовлены. Просто у нас много хороших гостей, которые вы нам многое рассказали. И более того, дети даже не только чувствуют себя причиной, но и ответственными за то, чтобы это... Восстановить и разрешить эту проблему. То есть они прилагают всяческие усилия для этого. Они могут побеседовать с каждым из родителей. Они увидят, что если, например, я приболею, и ко мне оба родителя прибегут, то это, может быть, помогает, и тогда, может, имеет смысл изобразить базе, или даже постараться по-настоящему заболеть. Да, и так психосоматика развивается у многих детей, да? Такие вот проявления психосоматические, что они заболевают на фоне конфликтов родителей. Достаточно распространённая идея. Пытаясь как бы вот объединить и спасти родителей, иногда доходит до совершенно таких уже тяжёлых заболеваний. У меня был случай, когда ребёнок, несколько лет борясь за объединение родителей, в конце концов заболел лейкозом и умер. Это ужасно. Такая ужасная история, но вот вплоть до этого. А что же делать родители? Готовы бороться до последнего патрона и погибнуть во имя спасения семьи дети. А что же делать для того, чтобы наши дети так не страдали при наших конфликтах, которые в семье всё равно возникают? Ну вот понятное дело, что мы должны сделать так, чтобы наши конфликты стали конструктивными, если уж они возникают. То пусть они будут добрыми и правильными. А вот какие-то правила, касающиеся детей, есть? Да, я вот как-то подумал на эту тему, и всё-таки какие-то у меня вот по этому поводу предложения есть. Есть соображения, которые я иногда даже применяю в своей практике. Кстати, иногда настолько эти бывают травмы длительного, что называется, хранения и действия, что приходят там супруги и выясняется, что она, например, не может слышать повышенного тона, потому что настолько для неё было травматично, и она вот эти конфликты между родителями настолько сильно переживала, что сама не может уже вот просто даже малейшего повышения тона слышать, что довольно-таки, ну так, странно и сложно для её супруга оказалось. И многие дети действительно в рассказах со мной искренне делятся, что вот крики родителей, для них это сложно. И недавно я лечила ребёнка от энуреза, он уже был, вроде бы вылечился, всё у него несколько месяцев было, всё хорошо, после чего вдруг произошёл сбой. Я спрашиваю, он говорит, родители очень сильно ругаются. То есть как-то вот это вот действительно детьми очень серьёзно и тяжело воспринимается. И в первую очередь детьми, ну вот маленького возраста, там младшего возраста, это 4, 5, 6, 7 лет, вот это вот такой наиболее уязвимый возраст, когда они вот пытаются спасать семью. Вот. Здесь я бы так сказал, что, конечно, первая рекомендация – это, значит, всё-таки как-то конфликты проводить отдельно от ребёнка. Не всегда это получается. В связи с этим я всё-таки считаю, что важно специально, может быть, даже родителей обучать, что мы, может быть, сейчас вот и делаем, о том, чтобы проговаривать те переживания, которые возникают у ребёнка в связи с этим конфликтом, который произошёл. То есть поговорить с ребёнком на этой теме, да? Что, да не переживай, мы тут по скандалю немножко. Но мы уже померились, да? Да у нас всё нормально, да. Ну и ты же сам иногда вот с сестрой своей ругаешься, кидаешь в неё там кубики и ещё что-то. Но это же, вы же всё равно, брат и сестра, нормально всё. Вот. И в этом смысле, как бы, ну вот проговаривание вот этих моментов, иногда даже можно проиграть это в виде кукол, иногда, может быть, даже проиграть, что давай вот по скандалям, там, например, с тобой сейчас, там, ты будешь там папой, я мамой. Такую сценическую форму, да? И мы как-то, да, сценическую какую-то сценку проиграем, что-то такое. И видишь, это ещё не страшно, всё, ну, на самом деле дружба. Вот. И, может быть, родители, учитывая такую уязвимость ребёнка, должны иногда, может быть, даже изобразить то, что между ними всё хорошо, и там по скандалю подойдите, там, через 15 минут сказать, там, всё нормально, там, и обняться, хотя, может быть, даже они внутри... И ещё пока не докипели. Ещё не докипели, но важно, чтобы ребёнок это увидел, и тогда ребёнку будет гораздо легче, потому что для него этот скандал – это, как бы, крушение мира, какой-то угроза того, что развалится вообще самое ценное. Вот. Фактически развалится всё. Вот. И поэтому вот... То есть нам надо всё время помнить о том, что ребёнок точно такой же заложник этих конфликтов, и значит, мы должны... Я сказал, что ещё больший заложник, потому что для нас конфликт – это, ну, так, пособачились, а для него это, может быть, крушение мира, или угроза крушения мира. То есть масштабы у него совершенно другие – переживаний и его ужасов внутренних. Вот. Поэтому о нём думаем, и если произошло, то вот проговариваем, отрабатываем, зачищаем. Несколько раз проговариваем до тех пор, пока он как-то вот... Не примет это, да? Не примет это. И, может быть, в следующий раз мы его предупреждаем, сейчас будет скандал. Это не имея в виду, это просто мы сейчас покидаемся, поорём, чтобы он подготовился к этому, ну, как-то и отошёл подальше, но понял, что ничего страшного, и что опять они помирятся. Вот. То есть вот это вот такая работа с маленькими детьми, на мой взгляд, является необходимой. Подростками как-то всё-таки полегче происходит. Вот. И, ну, с другой стороны, тем не менее, всё-таки иногда с ними поговорить о том, что, ну, вот, если у нас что-то не получается, то увидишь, вот, ну, смотри, вот так вот нам всё-таки не надо делать, ты-то сам так не делай. Но, в принципе, ничего страшного уж так, помиримся, но... Вот. И какие-то, может быть, показывать способы всё-таки того, что, ну, спорить-то надо, и в споре... Показывать, как это можно делать. Да, ну, попробовать, может быть, даже в индивидуальной беседе хотя бы один из родителей что-то подростку проговорил, если для подростка это является чем-то таким, ну, вот, ну, так, эмоционально значимым. Ну, в принципе, мне кажется, что с подростками действительно тоже надо об этом говорить, потому что подростки, они зато романтизируют отношения мужчин и женщин, так как они ещё не были в отношениях. И иногда для них вот такие конфликты между родителем приводят к тому, что девочка говорит, нет, я никогда не выйду замуж, чтобы вот так же ссориться, как мои родители. И вот тут как раз такому подростку, наверное, надо объяснить, что это нормальное течение жизни, и что решать конфликты можно мирным путём, и что это, в принципе, не крушение всего. И более того, даже вот я как опытный психолог думаю, что действительно нам надо обращаться до того, как возникнут. Вот действительно молодым парам бы я советовал у нас действительно этому тоже обучаться. А в ситуациях уже другой крайности, когда семья уже на стадии распада, и иногда даже ясно, что уже ничего нельзя сделать, то в этих случаях вот это вот понимание того, как конфликтовать и как улаживать беседы и договариваться, это не менее важно, потому что заложникам опять же того, что родители не могут договориться, опять будут дети. Я думаю, что мы об этой теме, может быть, когда-нибудь ещё побеседуем, потому что она совершенно отдельная. Всё-таки мы сегодня более оптимистично беседуем о конфликтах, которые, я надеюсь, преодолеваются. Я пожелаю нашим телезрителям, может быть, воспользоваться некоторыми правилами и изменить отношения к конфликтам, понять, что это неплохо, но важно это уметь. Просто важно и уметь это делать. На пользу семьи и детям. Ну а главное, мы сегодня узнали, что это возможно, возможно этому научиться. Спасибо вам большое за советы. Мы на этот раз прощаемся и, надеюсь, увидимся ещё. Всего доброго. А с вами мы прощаемся, дорогие телезрители. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. И я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!